друзья всем огромный привет сегодня поработаем вот с таким вот дубовым обрезком он видите как как всегда гнилой растрескавшийся это класс с него сейчас делаем отличную самоделочку на первым делом я сейчас отторцую я себе уже задал 310 миллиметров не нужно будет 30 миллиметров это потому что у меня будет заготовочка который можно пропустить через рейс по итогу после рейсмуса имеем вот такой вот уже почти деловой кусок 25 миллиметров толщиной 310 на 380 он не меньше нужен просто был 380 миллиметров так и оставлю перейдем с вами в чеку установил заготовочку станок это фрезерный чпу ватсон 16090 сейчас запускаю программу будем вырезать делать вернее быструю гравировку задал на пульту все по работе поехал конечно есть еще от к аспирации но мне интересно посмотреть я лучше пылесосом уберу вот сейчас на первых работах очень интересно смотреть наблюдать за процессом углубление делал на 4 миллиметра друзья как думаете что в итоге получится что какую гравюру делаем поставьте на паузу напишите ваше мнение тут у нас будет мариинская впадина шучу сапожок для у нас это италия с не ошибаюсь в общем вот так вот выглядит сейчас сейчас ставим к концевую фрезу сдал программу сейчас обрежу по контуру так пока это выглядит заготовочку заднюю сторону обезжирил и теперь приклеиваю скотч сзади потому что буду заливать смолой и чтоб через щели то есть своем своего дать у нас опаловка теперь берем смолу от line crystal она универсальная она у нас получится до 15 миллиметров заливку теперь добавим синего красителя добавил немножечко белой краски он паста белый и вот такие вот немножко разводите получили составляем теперь на 18 часов пускай это все дело стоит так друзья застыла заготовочка наша получается вот такая красота видите прям переливы все такое четкое но немножко от на дереве сейчас мы это уберем при помощи орбитал очки и потом сделаем это как бы можно оставить уже такая панно прям получилось красивейшее но это на этом я не остановлюсь в общем как видите я эпоксидную смолу отсюда убрал с дерева сейчас выглядит теперь вот так вот пока у меня стоит концевая флиза сразу сделаю углубление все чуть-чуть видите я ошибся слишком взял глубоко съем потому что исходил с того какой мне циферблат и по толщину выбирал нашего за наши заготовки мы ничем это исправим я надеюсь сейчас делаем сверху так друзья как видите практически не видно немножко я исправил тот момент прозрачности я просто смолы разбавился с обратной стороны с оборотами подзавил чтобы не было такого просвета ну а цифры уже теперь как есть так и есть конечно хотелось бы в идеале чтоб это было вот так вот 12 было здесь аштерочка здесь то есть так смотрелось правильно но теперь делаешь делаем вот так вот теперь взял такую смолу artline crystal супер жидкая такая размешал и взял шприц и теперь будем заливать наши циферки теперь вот эту красоту оставляем подсыхать друзья вот так вот сейчас часы выглядят сейчас мы с вами смешаем вот такую вот смолу экстра она супер тягучая и сверху покроем но прежде необходимо обезжирить так друзья заготовочка наша полностью готова все высохло единственное что мне вот в этом моменте не нравится это вот такие наплывы но зато меньше полировать нужно выводить наждачной бумаги меньше использовать сейчас вот эти все потеки при помощи орбитал очки уберем стоп как очень вернул в 320 и потом по покрою маслом по итогу выровнялся все такая красота сейчас я такой использую воск это живая кора он там не для этого конечно предназначен немножко но содержит воск всякие пропитки он хорошо впитывается в дерево но еще немножко поднагреть его надо сейчас будет создай красота теперь нанесу не абразивную пасту и при помощи вот такой прорывальной машины немножко придам лоско по центру делаем отверстие на 6 миллиметров устанавливаем стрелочки получаем вот такие вот оригинальные часики такие точно магазине не купить это эксклюзив надеюсь было интересно и сами сам процесс и само конечное изделие вам понравилось так что друзья по итог мы сделали сами вот такие вот эксклюзивные часы которые не купить в магазине только можно сделать самому но конечно имеет фрезерный чип и у станок получилось оригинально красиво мне прям по самому очень нравится я бы такие бы естественно вы даже может быть если увидел в продаже купил бы себе а вы скажите ваше мнение купили бы вы такие часики себе домой если да напишите обязательно это в комментарии и может быть когда-нибудь я сделаю производство таких часов но может быть не прям со смолой может быть что-то похоже может просто глобус сделаю немножко сеточкой там так что друзья напишите ваше мнение интересно было бы вам такие часы увидеть в продаже и купили бы вы их а если купили бы напишите обязательно комментарий поставьте лайк кто не подписался обязательно подписывайтесь на канал в общем пишите ваше мнение жду от вас обратной связи вам же желаю всем крепкого крепкого здоровья до новых встреч пока пока удачи удачи